Дорогие друзья, здравствуйте! Мы присутствуем на церемонии вручения премии «Крылья России-2018». И сейчас мы общаемся с генеральным директором оператора аэропорта Пулково компании «Воздушные ворота Северной столицы» Владимиром Геннадьевичем Якушевым. Владимир Геннадьевич, здравствуйте! Поздравляем вас с дипломом, который вы получили. Покомментируйте, пожалуйста, насколько он для вас значим. Добрый день! Спасибо большое за возможность рассказать. Год 2018 был сложным, интересным. Мы символично преодолели планку 18 миллионов пассажиров в 2018 году. Много было знаменательных событий. Конечно, чемпионат мира запомнился, со всем справились. Поэтому это высокая оценка работы всего коллектива. Мы старались, будем стараться и дальше. Это просто замечательно. Скажите, пожалуйста, несколько слов, как вы будете стараться в 2019 году и дальше. Какие задачи стоят перед коллективом аэропорта? Какие цели? Ну, во-первых, мы продолжаем расти по всем направлениям. Поэтому у нас задача краткосрочная – встретить хорошо летний сезон. Опять же, на фоне растущего пассажиропотока. Мы готовимся к следующей фазе институционной, потому что первую фазу и тот пассажиропоток мы, в принципе, уже насытили имеющуюся инфраструктуру. Поэтому сейчас активно работаем в так называемом долгосрочном плане развития, в мастер-плане. И в ближайшие месяцы наша задача – финализировать эту работу и дальше уже приступить к реализации. На какой период, еще раз уточните, это вторая фаза, пощитая? Ну, вообще, у нас долгосрочный план мы делаем до 2039 года. Это рапортовая инфраструктура, долгосрочная, поэтому мы охватываем весь этот этап. Но, конечно, больше всего беспокоят ближайшие пять лет. Почему? Потому что они самые ближайшие, и инфраструктура – вещь не быстрая, поэтому мы готовим очень детальные мероприятия, как спокойно, планово расти таким образом, чтобы качество услуг было высокое. Действительно, мы все равно будем продолжать строить, но в это время авиакомпании пассажиры не должны этого не заметить. Не должны заметить всех неудобств или еще чего-то. А какая задача все-таки так? Я понимаю, что это некая фантазия, и мастер-план, и план всегда служит для того, чтобы их в ней выполнять или выполнять. Но все-таки в 1939 году какая планка по пассажиропотоку при оптимистичном сценарии? Мы даже при консервативном, скажем, ожидаемом сценарии, мы ожидаем 35 миллионов пассажиров, а сейчас у нас в 2018 году, то есть практически удвоим. К 2023 году мы планируем 25 миллионов. В общем, есть чем заниматься, куда расти. Да, безусловно, Владимир Геннадьевич, у меня завершающий вопрос. Я несколько лет назад общался с представителями аэропорта Пулково, и меня поразил такой их ответ на мой вопрос, с кем они все-таки себя позиционируют. И мне ваши коллеги сказали, что мы все-таки позиционируем аэропорт Пулково как некий региональный аэропорт. Вот у нас есть всегда впереди московский авиаузел. Мы все-таки вот такие региональные, провинциальные. Поменялось ли с тех пор это самоопределение, и что все-таки для России сегодня аэропорт Пулково? Ну, во-первых, мы являемся воротами культурную и туристическую столицу нашей страны. Одного из лидеров вообще мирового туризма, поэтому мы на самом деле не позиционируем себя как маленький региональный, никому неизвестный аэропорт, мы себя позиционируем как международный и как ворота очень красивого города Санкт-Петербург, куда мы всех приглашаем. Ну, а в целом конкуренция с московским авиаузлом, она есть или все-таки расстояние порядка 700 километров между нашими столицами не позволяет? Нет, конечно, конкуренция есть, и не только с московским авиационным узлом, и ближайшими, и Хельсинки, и Таллинн, и другие города. Но наша задача привлекать качеством услуг, и это у нас получается, потому что мы растем. Владимир Геннадьевич, это очень замечательно, мы вам радуем, желаем, чтобы вы также продолжали расти, желаем успехов в вашей дальнейшей карьере. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok